Дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с воскресным днём и радуюсь возможности посетить Спасо-Преображенский храм в Тушине, куда, как вы только что слышали из слов настоятеля, уже давно вознамерился прибыть. И радуюсь тому, что этот храм и этот приход занимает особое место в жизни православной Москвы тем, что он являет в значительной мере пример того, как нужно строить современную приходскую жизнь. Здесь благолепное служение в благолепном храме, украшенным с большим вкусом, с привлечением достойных мастеров, что очень важно, потому что сам физический облик храма помогает человеку настроить свою душу на общение с Богом, потому что Бог есть абсолютная красота, и всякое человеческое безобразие, всякое отсутствие гармонии и красоты создаёт в том числе и средостение для человека в его устремлении к Богу. Но в этом приходе мы также имеем разнообразные служения, и образовательную деятельность, и социальное служение, которое включает в себя заботу о заключённых и работу молодёжи, и всё это привлекает людей сознательно, принимающих на себя христианские обязательства, желающих быть не по традиции, не по привычке, а по убеждению православными людьми. И дай Бог, Отец Василий, чтобы всё то, что сегодня есть в приходе, развивалось, чтобы как можно больше было активной, настроенной на церковную работу молодёжи, чтобы люди среднего и старшего поколения также сознавали свою нужность, необходимость для строения церковной общины. Я вспомнил сегодня и покойного протерея отца Фёдора Соколова, с которым был хорошо знаком, и жизнь которого трагически оборвалась. Он много сил, таланта своего вложил и в реставрацию этого храма, и в созидание общины. Будем помнить его молитвенно и простить, чтобы Господь принял его в свои небесные обители и сотворил в сердцах наших вечную молитвенную о нём память. Духовенство же храма сего, приходской актив, всех тех, кто вовлечён и в образовательную деятельность, и в социальную, благотворительную, миссионерскую, катехизаторскую, молодёжную. Я хотел бы, поздравив с этим праздником, всем вам пожелать возрастать от силы к силе, никогда не удовлетворяться тем, что есть, потому что сознание того, что достигнуто, то, что нужно достичь, всегда приводит к внутренней остановке в духовном развитии человека. Помогай Бог, чтобы ваш приход никогда не терял этой внутренней духовной динамики, чтобы люди, активно принимающие участие в молитве и во всех многополезных приходских делах, устремлялись всё к большим и большим, более важным и значительным целям. Я бы хотел сказать несколько слов и о сегодняшнем евангельском чтении. В седьмую неделю по Пятьдесятнице читается небольшой отрывок Евангелия от Матфея. И там говорится об исцелении двух слепцов и об исцелении немого человека, бесноватого. Эти повествования об исцелении, которые Спаситель совершал в таком множестве, присутствуют почти на каждой странице Евангелия. Но вот повествование о исцелении немого, бесноватого исполнено каким-то особым смыслом. Наверное, евангелист мог бы просто написать, что Господь исцелил немого. Это было бы так уместно, когда только что перед этим Он исцелил двух слепцов. Слепых, немых исцеляет Спаситель. Но евангелист пишет о том, что то был не простой, немой человек. Он был одержим дьяволом, злой силой. И Господь особым образом исцеляет этого немого человека. Ему бы, наверное, достаточно было сказать «Исцеляю тебя, иди, говори». И он бы пошел и говорил. Но то было бы исправление следствия, а причина бы осталась в этом человеке. Ибо причина его физической немощи была духовная. Он был во власти темной силы. И можно себе представить, что было бы, если бы Спаситель просто исцелил его от немоты. Имея внутри себя эту темную силу, что бы стал говорить этот человек. Какие бы страшные слова он произносил. Сколько бы зла он принес своим языком. Сколько бы человеческих судеб, может быть, было бы заражено той бациллой зла, которую он в себе носил. Сколько бы, может быть, людей было совращено с пути истинного. А, может быть, даже были бы и души, растленные его словом. Потому Господь не просто исцеляет немого, он изгоняет беса. И евангелист даже не говорит о том, что вслед за этим последовало какое-то особое действие Спасителя, чтобы больной стал говорить. Бес вышел, и он стал говорить. Очень часто мы в своей жизни имеем дело со следствиями, а не с причиной. Наиболее распространенная ошибка не только медицины, но и человеческих отношений. Это воздействует на следствие, на то, что видимо, на то, что осязаемо. Или в случае с медициной, на то, на что указывают анализы или приборы. Но чаще всего, не искореняя причины, невозможно по-настоящему вылечить человека. Не искореняя причин, невозможно очистить наше общественное пространство и личную жизнь от лжи, клеветы, от соблазнов, от хулы, от сквернословия, от того, что воздействуя на человеческий разум и на нравственное чувство человека, разрушает его. Мы знаем из Ветхого Завета, как Господь карал богохульников, растлителей, соблазнителей. Одна лишь только история царицы Елизавели так ясно свидетельствует нам о гневе Божьем. Но Господь, карая носителей зла, искоренял причину, а не следствие. Вот и сегодня мы все страдаем от того, что есть производный от этого онтологического и мистического зла, присутствующего в жизни людей и в человеческой истории. Мы ужасаемся, когда слышим ложь и клевету. Наше нравственное чувство обостряется и возмущается, когда мы слышим слова обольстителей, растлителей, пропагандирующие раскрепощение человеческих страстей, особенно, когда все это наполняет информационное пространство современного современного общества. И иногда люди говорят, это нужно запретить, это нужно изъять, это нужно закрыть, опять-таки, обращаясь к следствию, а не к причине. Можно многажды запрещать и закрывать, но от этого не изменится картина духовной жизни, потому что нужно исцелять души человеческие, многие из которых по неведению оказались легкой добычей темной вражеской силы. Собственно говоря, все служение к церкви и сводится к этому. Наша брань не против плоти и крови, но против миродержителей тмивека сего духов злобы поднебесной. И слово, которое обращает церковь, и таинство, которое она преподает людям, это все есть та божественная сила, которая поражает причину, а следствие само по себе исчезнет, если разрушена будет причина. Но все то, что открывает нам сегодняшнее евангельское чтение имеет ведь отношение не только к общественным отношениям, не только к общественному пространству бытия. Все это имеет отношение к личной, к семейной жизни каждого из нас. Нам иногда кажется, что ссоры, недоразумения, подозрения, взаимные обиды имеют какие-то жизненные, человеческие, обычные, повседневные причины. Но ведь чаще всего раздражаясь или гневаясь, или говоря неправду, или клевеща, или вступая в конфликт и отказываясь от примирения, мы действуем так, потому, что сами желаем этого. И значит причина всего того, что ранит нас лежит глубоко в нашей сути, в нашей душе, в нашем сердце, в нашем уме. И поэтому рассказ об исцелении бесноватого немого человека в каком-то смысле символически, образно имеет отношение каждому каждому из нас. Мы должны внутренним своим взором, не теряя духовной бдительности, прозревать движение нашей души, нашего сердца. Мы должны оценивать наши помыслы, мы должны контролировать нашу внутреннюю жизнь, чтобы не проникла в эту жизнь, в нашу святая святых. злое начало, способное приводить нас к самым отвратительным и ужасным, к самым греховным деяниям, от которого сами страдаем и ближние наши. И Господь, исцеливший немого через изгнание беса, способен каждого из нас исцелить, исцелить нашу личную жизнь и жизнь всего общества. Если мы, опираясь на Божью помощь, будем бороться со злом внутри нас, с грехом, с неправдой, открывая сердце свое навстречу Божественной благодати, и тогда подобно исцеленному немому будем произносить добрые слова, потому что у нас будут добрые мысли, мы будем утверждать правду в жизни, потому что внутри нас будет правда, мы будем снисходительны к ближним, потому что сами будем понимать, что такое преодоление греха, и как трудно оно дается, и да поможет нам всем Господь в этом внутреннем духовном делании, которое оставаясь сокрытым и невидимым для окружающих, отображается в жизни окружающего нас мира добрыми делами и добрыми словами, явлением в мире всем Божьей правды. Аминь.